Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об очень опасных заболеваниях растений, о бактериозах. Бактерии, патогенные бактерии, вредные бактерии, атаковали наши сады и огороды. В последнее время бактериальных болезней стало очень много. Чаще всего, когда мы вспоминаем о бактериальных болезнях, мы подразумеваем, конечно же, бактериальный рак плодовых или бактериальный ожог. Он поистине атакует наши сады, принося огромный вред насаждениям яблони и других плодовых. Однако же бактериальные болезни не ограничиваются только бактериальным ожогом. Это и бактериальная гниль картофеля, это и бактериальный рак томатов, который очень часто в последнее время встречается и передается очень активно семенами. Это и сердцевидный некроз стеблей томата. Иногда увяло, обрабатывал, ничего не помогает. Вот очень часто это является причиной того, что растения поразились вот этим бактериальным некрозом. Это, конечно, целый букет других заболеваний, которые вызываются бактериями рода Эрвиния, Эрвиния коротавора. Это и черная ножка картофеля, и черная ножка томата, и бактериоз капусты, и мягкая гниль тыквы, и бактериоз огурца, и томата, и прочие-прочие-прочие бактериозы. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить о бактериальной гнили картофеля, которая вызывается некоторыми псевдомонадами, а также об обыкновенной парше картофеля, которая вызывается бактериями из рода актиномицеты. Это все очень опасные возбудители болезней. Гораздо-гораздо опаснее, чем фитофтора, чем мучнистая роса, чем прочие грибные заболевания, включая и серую гниль, и фузыроз, и другие. Почему они так опасны? Дело в том, что против них нет эффективных средств защиты растений. Все средства защиты растений являются фунгицидами от болезней, а они действуют на различные грибы. На бактерии они не действуют. Даже медь содержащие препараты показывают очень низкую эффективность против бактериозов. Ну а такие препараты, как железный купорос, прочие такие фунгициды широкого спектра, не специфические, не органические, они зачастую не только не подавляют бактериальную инфекцию, но и способствуют ее развитию, поскольку являются теми же поставщиками железа, в которых бактерии эти очень и очень нуждаются. Ну как и растения, между прочим. Поэтому, конечно же, необходимо найти эффективное средство, чтобы бороться с этими бактериозами. Еще одной причиной, почему бактериозы так сильно атакуют нас в последнее время, связано с широким и, к сожалению, зачастую бесконтрольным и необоснованным применением фунгицидов. Надо, не надо, блогеры в интернете пишут советы, обработайте Максимом. Все пошли в магазин, купили Максим Эксель. Он убил вам все, убил всю грибную флору, и полезную, и вредную, и так далее. Это касается всех фунгицидов. И открыл ворота кому? Открыл ворота бактериям. Освободил нишу, нишу для того, чтобы там бактерии заселились. Мы, конечно же, все время на нашем канале говорим о том, что если вы используете различные способы защиты растений, протравители, дезинфектанты, медсодержащие препараты, купоросы, железный купорос и так далее, то после обработки, примерно через 1-2 недели после проведения обработки, вам обязательно необходимо заселить ваши растения конкурентной микрофлорой. Это может быть и бактоген. Очень хорошо. У него, кстати, биологическая эффективность против бактериозов 90%. Это колоссально высокая эффективность. Это и гулливер, это и стимул, это и другие препараты. Ну, фитоспорин, конечно, он тоже на основе сенной палочки. Так вот, для того, чтобы, если вы так любите в кавычках или там не в без кавычек различные фунгициды, то обязательно после их применения, ну, а если говорить именно об истинных фунгицидах, то есть таких органически синтезированных, максим там и других, можете и одновременно использовать обязательно вот эти препараты. Они создадут хорошую конкуренцию и патогенным бактериям, и патогенным грибам после вот такого сноса всякой микрофлоры и полезной и вредной. Что же касается профилактики бактериозов и лечения бактериозов, то здесь, конечно же, обязательно надо найти какое-то средство мощное, которое бы помогло нам, как скорая помощь, избавиться от этих бактериозов. К сожалению или к счастью, ну и так или иначе, в сельском хозяйстве применение антибиотиков в растеневодстве запрещено. Связано это с тем, что к антибиотикам у бактерий быстро формируется устойчивость. При широкомасштабном применении антибиотиков достаточно быстро отбираются устойчивые формы, замещают неустойчивое, и эффективность применения такого способа защиты становится микроскопической. Что же делать, каким образом нам поступить, и где же взять вот эти вот безопасные и эффективные защиты от бактериозов? Ну, во-первых, можно применять тот же гипохлорид. У нас есть рецепты обработки с помощью гипохлорида, и вы можете использовать гипохлорид для искоренения в том числе бактериозов. Гипохлорид, отпиливатель белизна, очень эффективен от различного рода бактериозов. Однако же не всегда его можно применить. Ну, например, вы заметили, что начала падать рассада, или увидели увядания какие-то, но им же не польешь. И не обрызгаешь вот так вот обильно активно растущее растение. Это такое средство в большей степени для обработки растений в начале вегетации, многолетних растений, многолетних насаждений того же флукса, других часто болеющих растений. Вот таким образом. А для однолетних растений он не очень-то подходит. Что ж, мы, конечно же, не оставим эту проблему без решения. Есть один такой замечательный аптечный препарат, который называется фурозалидон. Этот препарат относится к антибактериальным препаратам, но не является антибиотиком. Устойчивость к фурозалидону формируется у бактерий достаточно медленно. Этот препарат широкого спектра действия. Он активен в отношении всех тех возбудителей болезней, о которых я сказал в начале нашего выпуска. Им можно обрабатывать семена. Им можно обрабатывать клубни картофеля. И вот смотрите, особенно хорошо обрабатывать клубни картофеля с такими настоящими световыми ростками. Это при проращивании клубней на свету формируются такие настоящие световые ростки, которые даже если вы будете их обрабатывать, обмакивать, даже если вы в ведре не по одной штучке будете это делать, то в этом случае, конечно же, они не отломаются и не так повредятся, как вот эти длинные теолированные белые проростки. Картофель надо обработать против бактериозов, против обыкновенной парши. Семена необходимо обработать против целого комплекса заболеваний. И зачастую приходится проливать рассаду, ну пораньше, которая заболевает черной ножкой, те же томаты, ну ту же капусту и так далее, другие растения. Необходимо обработать этим средством в случае, если бактериозы на вашем участке действительно являются проблемой. Если проблемой у вас является рак, эрвиния плодовых, то вам надо обязательно зачистить эти места, обязательно протравить эти места как следует. Это может быть неразбавленный раствор белизны гипохлорита, это может быть даже и растворы, которыми прыскают в горло на основе фенола. У нас был выпуск о них, когда мы говорили об осенней побелке деревьев, посмотрите этот выпуск, эти препараты. Ну и в течение 1-2 недель после того, как вы такими жесткими антисептиками обработали раны, сделайте раствор по рецепту, который я вам скажу, и обработайте свои деревья. Обязательно, потому что это будет очень хорошим подспорьем в борьбе с раком плодовых деревьев, ну и бактериальными ожогами всевозможными. Итак, рассказываю рецепт. Для того, чтобы приготовить раствор фурозалидона, и пока я буду вынимать таблеточки, я скажу, что очень родственным препаратом является фуроцелин. Фуроцелин. Это препарат той же самой группы, фуроцелин. Но многие блогеры утверждают, что фуроцелин может помочь в борьбе с фитофторой, с какими-то грибными заболеваниями. Это всё полностью неправда. Это неправда, потому что это исключительно антибактериальный препарат. И никаким образом от фитофторы он не поможет, и от других грибных болезней. Другое дело, что отдиагностировать болезнь не так-то просто. Нужен фитопатолог, нужен очень опытный глаз. И когда люди говорят, я обработал трихополом, у меня прошло, я обработал фуроцелином, у меня прошло, то я, ну если верить в честность этих людей, то я могу говорить о том, что прошло, но прошло не то, против чего они обрабатывали. Это были не грибные заболевания, а это были именно бактериальные заболевания. Против них им и помогло. Итак, для того, чтобы сделать раствор фурозалидона, и постарайтесь использовать именно этот препарат. Вы также можете использовать и фуроцелин в той же самой дозе, а таблеточки фурозалидона у меня по 50 мг. По 50 мг. Так вот, таких таблеточек по 50 мг понадобится 3 штучки на 1 литр воды. Или 150 мг активного вещества. Ну, то есть вот таких вот таблеток. Они достаточно легко, хорошо растворяются. Там, конечно же, есть наполнитель, он не растворится. Ну, а сам фурозалидон прекрасно растворится. Вы также можете использовать фурогин, вы также можете использовать фуросемид. То, что вам доступно. Но почему я рекомендую фурозалидон? Потому что 20 таблеток этого препарата стоит всего-навсего 70 копеек. А 70 копеек, ну, это примерно треть доллара. То есть это совсем копеечное средство при такой вот концентрации. Ну, и казалось бы, вот этим раствором уже можно было бы обрабатывать. Брать клубни, вот картофель какой-то вот можно брать и обрабатывать. Или сделать ведро такого раствора, пожалуйста, промойте свои клубни в этом растворе. Или возьмите пульверизатор и опрыскайте как следует. Но все не так просто. Дело в том, что у фурозалидона и прочих нитрофуранов, о которых я сказал, у них есть одно такое неприятное, что ли, свойство. Это невозможность их проникновения внутрь ткани растения. А, к сожалению, бактериозы как раз таки и селятся внутри растительных тканей. И нам совершенно необходимо, чтобы он проник туда поглубже. Потому что поверхностное нанесение вот такого препарата, ну, оно будет эффективным, но не настолько эффективным, как если мы его усилим. Усиление по предлагаемому рецепту увеличит эффективность применения фурозалидона примерно в 20 раз. Согласитесь, что это достаточно большая цифра для того, чтобы использовать этот усилитель. Тем более, что этот усилитель можно приобрести там же, где мы в аптеке приобретаем фурозалидон. Это не что иное, как препарат димексид. Димексид сульфоксид. Или димексид. Он так вот называется. Дело в том, что этот препарат, мы говорили тоже о нем в наших выпусках на канале про цветок, усиливает проникновение других веществ внутрь клеток, в том числе и внутрь растительных клеток. На 1 литр вот такого раствора фурозалидона понадобится всего-навсего 10 мл димексида. Ну, вот я здесь отмерил, что такое 10 мл. 10 мл. у меня есть такая стандартная чайная ложечка, самая обыкновенная. Вот 1 полная ложечка, вот 2. Ровно 2 чайные ложечки димексида. И перемешать. Вот это уже полностью готовый раствор. Такой раствор может сохраняться в холодильнике, в прохладном месте, примерно в течение 6 месяцев. Самое главное условие, чтобы он сохранялся в темном месте, не на свету. Использовать вы его можете тогда, когда вам это необходимо. Для протравливания семян перед посевом или немножко заранее можно протравить и подсушить. Чтобы протравить семена, достаточно всего-навсего опустить семена и вынуть. Держать там их не нужно. Нужно их просто смочить и подсушить. Либо полностью высушить для того, чтобы хранить дальше. Либо же для того, чтобы посеять. Ну, сухие семена, как правило, удобнее сеять. Раствор этот, благодаря димексиду, настолько мощный, что этот фурозалидон попадает даже под кожуру семян. И убивает внутри семенную инфекцию. Это очень важно для томата и для огурца. В этот раствор также можно добавить прилипатель. Ну, при обработке семян очень удобно добавлять желатин. У нас есть целое видео большое на канале о различных прилипателях. Вы можете выбрать любой из них. Но по опыту скажу, что желатин является наиболее эффективным прилипателем для использования на семенах. Ну, а по листу, по растениям вы можете использовать такой прилипатель, который у вас есть под руками. Вопрос, конечно, непростой. Проникает ли этот фурозалидон в товарную продукцию? Не накапливается ли он в товарной продукции, в плодах? И не опасно ли это для здоровья? Если вы обрабатываете по созревшим плодам, то, безусловно, из-за наличия здесь димексида, какое-то количество фурозалидона будет проникать в плоды. Если вы обработали плоды уже созревшие, тут же их сняли, тут же порезали в салат, то, конечно же, какое-то количество фурозалидона вы получите. Хотя оно, конечно, будет и ничтожно с учетом дозы, которая вносится. Однако же, в большей степени, я не советую вам обрабатывать по созревшим плодам. Нужно обработать хотя бы за одну неделю до планируемого съема плодов. Вот такой срок ожидания будет вполне достаточным. То есть, до сбора урожая хотя бы 7 дней. Что ж, после того, как вы обработали этим составом, конечно же, вы также погубите и бактериальные полезные препараты, компоненты этих препаратов, если вы делали предварительную обработку. Но через неделю после обработки вам обязательно стоит использовать или бактоген, или гулливер, или стимул. Ну, может, какие-то другие бактериальные препараты, которые вам доступны. Но я рекомендую именно эти для того, чтобы обработать ваши растения и заселить их хорошей, такой настоящей, мощной, конкурентной микрофлорой. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!